Лора и Макс едут в лагерь в качестве вожатых. По пути они чуть не сбивают кого-то на дороге и съезжают с нее. Макс пытается починить машину, а Лора тем временем оглядывает местность. Девушка обнаруживает афишу церковь уродов, которые приезжали в данное место несколько лет назад. Ей мерещится старуха, зовущая Сайлоса. Испуганная девушка возвращается к своему парню. Машина заводится, но не может выехать, так как колеса застряли в грязи. На помощь приходит местный шериф Трэвис. Он помогает паре выбраться на трассу и настойчиво рекомендует ехать в местный отель, так как они приехали раньше времени и лагерь заработает только завтра. Пара, естественно, его не слушает и направляется в лагерь. Приехав, они обнаруживают его полностью безлюдным. Осмотревшись, Лора замечает движение в подвале и парочка открывает помещение и заходит туда. На Макса нападает неизвестное существо. Девушка выбирается из подвала, но тут появляется шериф. Вкалывает Лоре что-то в шею и она теряет сознание. Спустя два месяца нам показывают вожатых, которые собираются покинуть лагерь. Джика переживает, так как его бросила Эмма. Девушка считает их роман всего лишь лагерной интрижкой. Джика с этим не согласен и ломает машину, чтобы они смогли остаться в лагере еще на день. Райан рассказывает страшилку, услышанную в подкасте, про призрака-старухи, что обитает в этих местах. Появляется владелец лагеря Крис и просит Райана помочь с поиском ключа от машины в его кабинете. Владелец лагеря относится к Райану как к сыну, хотя у него есть свои дети Калеб и Кейла. Крис очень длится и паникует, когда машина вожатых не заводится. Он говорит им сидеть в домике и не высовываться. Но вожатые не собираются его слушать и решают устроить вечеринку. Нам показывают старика Джедедая со своим сыном Бобби, следящим за подростками. Старик обмазывает лицо кровью, а Бобби ставит табличку «Сезон охоты». В конце каждой главы игрок будет разговаривать со старушкой Элизой, показывающей будущее. На вечеринке у костра ребята решают сыграть в игру «Правда или дело». Это приводит к тому, что Кейтлин, подруга детства Джейкоба, загадывает Эмми поцеловать либо Джейкоба, либо Ника. Эмма неожиданно выбирает последнего и целует его. Эбигейл расстраивается, ведь ей нравится Ник, о чем Эмма прекрасно знала. Эбигейл молча убегает. Уходит и Джейкоб. Эмма говорит Нику идти за Эбигейл, а сама идет за своим бывшим. Эмма находит плачущего Джейкоба, признается, что специально поцеловала Ника, чтобы помочь своей подруге. Она предлагает парню поплавать и доплывает от небольшого островка в лагере. В это время Эбигейл находит Ник. Они целуются. Но внезапно на них нападает монстр и ранит Ника. Эбигейл убегает, громко крича. Ее слышит Джейкоб и бежит ей на помощь, оставив свою девушку. По дороге он попадает в ловушку, но его освобождает здоровяк Бобби и мажет его лицо кровью. Райан бежит на крик Эбигейл и спасает Ника из рук Бобби, тащащего его в неизвестном направлении. Лора исследует остров, записывая на камеру свой блог. На нее нападает чудовище, но девушка спасается по канатной дорожке. Эбигейл рассказывает всем, что видела монстры. Райан приносит раненого Ника к костру. Эбигейл рисует монстра, что напал на них. Ребята замечают, что у Ника инфекция. Дилан в шутку предлагает отрезать ему ногу. Вскоре прибывает Джейкоб. Он узнает о монстре в лесу и спешит на помощь к Эмми, которую оставил на острове. Ник, Эбигейл и Кейтлин, вооружившись ружьем, идут к лагерю, чтобы обработать рану Нику. Райан и Дилан идут к радиорубке, чтобы вызвать помощь через радио, так как телефоны не ловят сеть. В радиорубке на них нападает монстр, но они отпугивают его децибелами против собак. Дилана укусили, и он просит отрезать ему руку. Райан выполняет просьбу друга, а Дилан говорит, что это была шутка. Но уже ничего не вернуть. Как позже окажется, это спасло Дилана от заражения и превращения в монстра. Они идут мимо бассейна, где лежит тело мертвой дочери, владельца лагеря Кейлы. Ник говорит, что Эбигейл вкусно пахнет, и он хочет ее съесть. Девушка отталкивает парня в воду. Он очень пугается и выпрыгивает из бассейна, хотя умеет прекрасно плавать. Позже в домике у бассейна Ник становится агрессивным. Отталкивает Эбигейл до противоположной стены. Он сбрасывает свою одежду, а затем и кожу, и выпрыгивает в окно. Далее к ним приходит Лора, пропавшая вожата из начала игры, у которой отсутствует один глаз. Она рассказывает события после укола. Проснулась она в клетке, видя, как Макса тащит офицер в соседнюю камеру. Далее на стену летят брызги крови. Наутро Макс оказывается жив. Трэвис допрашивает каждого из парочки и снова запирает их в клетках. Он их кормит и постепенно начинает доверять девушке. И вот спустя месяц в полнолунии он показывает девушке и ее парня. Сам же уходит после вызова своего отца. Макс становится агрессивным, и его одежда и кожа разлетаются на мелкие кусочки, оставляя следы крови на стенах. А сам Макс превращается в оборотня. Лора не успевает отпрыгнуть, и монстр лишает ее одного глаза. Далее возвращается офицер. Он рассказывает, что его брат Крис и его дети Кейл и Калиб и теперь, а теперь и Макс несут проклятие оборотней. И ему нужна помощь девушке, так как она хочет стать ветеринаром. Мы узнаем, что кровь зверя помогает замаскироваться от оборотней, поэтому старик Джедай мазал себе лицо кровью, а позднее здоровяк Бобби в лесу измазал лицо Джейкоба, что однажды спасло ему жизнь. Лора с Максом сбегают из заточения. Вода опасна для оборотней, поэтому девушка оставляет Макса на острове, окруженного озером. Именно оборотень Макс напал на Эмму. Лора идет убивать Криса, ведь чтобы избавиться от проклятия, нужно убить оборотня, что обратил ее парня в зверя. Им оказывается владелец лагеря Крис, обитающий в подвале в начале игры. Девушка убивает его дочь Кейлу, думая, что это Крис. Лора и Райан решаются наведаться на охраняемую базу к старику Джедедаю. Там они находят клетки под напряжением, куда охотники помещают свежеобратившихся вожатых, дабы те отсиделись до рассвета. Туда же поместили оборотня Ника и Джейкоба, который не был оборотнем, но бегал в плавках будто обращенный. В скором времени Лора чувствует, что и сама превращается в оборотня, ведь ее заразил Макс. К слову, любые раны оборотня, кроме оставленных серебром, заживают, так что глаз Лоры восстанавливается. В Лоре происходит потасовка с семьей охотников, и Райана смертельно ранит. Лора решает укусить его, чтобы спасти. Позже Лора обращается в оборотня, на нее нападает Трэвис, на Райана же нападает оборотень Крис. Райан убивает своего наставника серебряной пулей, и все избавляются от проклятия. Но Крис не был оборотням прародителем, его самого обратили в оборотня в далеком прошлом. Началось все со дня, когда в эти места приехал цирк уродов. Там была старуха, которая держала в клетке маленького мальчика Волка, Сайлса. Дочь Криса Кейла сжалилась над ним и подговорила брата Калиба поджечь бродячий цирк. Все в цирке, включая его мать, сгорели. Но дух ведьмы до сих пор бродит по лесу и зовет своего сына. Этой ведьмой оказывается гадалка Элиза, которая предсказывала игроку будущее. Старик Джедедай, его жена Константенс, шериф Трэвис, здоровяк Бобби, каждая полнолуния хотели найти мальчишку оборотня из цирка, чтобы убить его и освободить от проклятия родственников. После того, как шериф услышал от Лоры и Макса в начале фильма рассказ о том, что они чуть не сбили какое-то существо, и что Лора видела старуху, которая звала Сайлса, он обрадовался, ведь это означало, что мальчишка-оборотень наконец появился в их местности, и они смогут его убить. Лора, Трэвис и Райан едут на место, где произошла авария в начале игры. Лора убивает спящего мальчика-оборотня из бродячего цирка.